Девушки отдыхают Девушки отдыхают Господь наш Иисус Христос Пребудь с нами, благослови этот час Господи, помоги нам Узнать волю Твою Святую Слове Твоем А узнавший, Господи, помоги исполнить Волю Твою в нашей жизни И получить то, что Ты нам обещал Царствие Твою Небесное Тебе за все слава Отец Иосиф и Дух Аминь Аминь Евангелие от Луки, 22 глава 28, 34 стихи Но Вы Прибыли со Мною на пастик моих И я завещаю Вам Как завещал мне Отец Мой Царство Да идите и пьете За трапезую Моею В Царстве Моем И сядете на престол Судить двенадцать калин Израилевых И сказал Господь Симон, Симон Все сатана просил, чтобы сеять Вас как пшеницу Но я молился о Тебе, чтобы не оспудела Вера Твоя И ты, некогда обратившись Утверди братьев Твоих Он отвечал ему Господи С Тобой я готов и в темницу И на смерть идти Но он сказал Говорю тебе, Петр Не пропоешь ты душ сегодня Как ты трижды отвлечешься Что не знаешь меня Толковали Сказал, да идите и пьете Не потому, будто бы там Будет яство И будто бы царство Его чувственное Ибо ответом своим Садукеем Он сам научил Что там жизнь ангельская Лука двадцать три шесть И Павел учит, что Царствие Божие Не есть пищи и питье Римлянам Четырнадцать семнадцать Поэтому слыша слова Да идите и пьете За трапезую мое Никто-то не соблазняется Но пусть понимает так Что они сказаны Применительно к тем Коль пользуются почетом От царей мира сего Ибо тех Кои разделяют трапезу царя Считают Первенствующими Над всеми Так и в апостолах Господь говорит Что он предпочтет Их всем Равно Когда слышишь О сидении на престолах Разумей Не престол Не престолы Но славу и честь Этот Иосиф Можешь даже подождать Ибо и сотворенный И рожденный Никто не будет там сидеть Сидеть прилично Едино Святой Кровицы Не создав Но не царю Всякого Бога А тварь Как рога Должна стоять И мы И то мы говорим Телесное сидение И стояние Судить То есть Осуждать тех Кои не веруют Из двенадцати колен Ибо неуверовавшим Израильтян Служат Немалым осуждением Апостолов Которые сами Сыслили Израильтяне Однако же Уверовывают Сатана просил Чтобы сеять вас То есть Смущать Портить Искушать Но я молился Не думайте Говорит Что все это Совершенство От вас самих Ибо дьявол Напрягает все силы Чтобы отторгнуть Вас от моей любви И сделать предателем Господь Обращает Сию речь К Петру Потому что Он был И дерзновением И вероятно Возгордился Обещаниями Христовыми Поэтому Смиряя его Господь говорит Что сатана Много высиливался Против них Но я молился О тебе Говорит так По-человеческому Ибо как Бог Какую имел Он нужду Молиться Я Говорит Молился Чтобы не оскудела Вера твоя Хотя ты Поколеблюшься Несколько Но в тебе Сохранятся Семена веры И хотя Дух Искусителя Потрясет Листья Но корень жив И вера твоя Не оскудеет И ты Некогда Обратившись Утверди Братьев твоих Это удобно Понять Именно Среди всех апостолов И среди избранных Избранников Божьих И всей вселенной Сатана просил Чтобы сеять Тебя И испортить Как чистую Пшеницу Вмешав В нее Грязи Потому что Он По своему Вокновению Завидует Тебе И любви Ко мне Так он Поступил Силу Но я Не оставил Тебя Совсем Чтобы вера Твоя Не оскудела Совершенную Итак Содрогнемся При мыслях О поздних Дьяволах Как они Сильны Против Небрежных Здесь как понять Сеять вас Как пшеницу То есть Разбросать Раскидать Или что Пшеница Хранится В амбаре Они На поле И человек Который Впервые Видит Как сеять Он придет В недоумение Говорит Иоанн Златоуст Хранили Берегли От насекомых От птиц От зверей Это мне понятно И вдруг Хозяин Сам Радостный Выходит И начинает Разбрасывать Куда попало Какое Сеять Вот так Как же так Без присмотра Тут и птицы Поклюют Тут и мыши Поедят Вот так И сатана Непостиженный Сегодня Завтра будет Известно Мы вот как Считаем Как И говорим Разница Большая Когда мы Считаем Видно Что чужое Не мое А когда Артисты Выступают Где-то Вот посмотрите Крысова Соната Это не простое Произведение Взаимоотношения Мужа и жены Лучшего Произведения Нету Вот вот я Олег Янковский Когда играют Он едет В поезде Разговаривают И ты Я знаю Что это Произведение Льва Толстого И знаю Что это Артист Янковский И уже через минуту Я это забываю Нет Это не Янковский Это Поздняков Который убил жену Он зарезал ее Я не могу Да нет Это Янковский У меня опять Мысли Нет Так не бывает Как он сидит Так рукой Перебирает Это подожди Да вот я не сказал Еще Вот это А тут Я такой оказался Он рассказывает И мы как считаем Как это Картошка Горячая во рту Мы должны Это Не просто кино смотреть А Привет к себе Самый популярный Фильм Во времен Перестройки Иисус По Ивангелия от Луки Это все Входит в тему Ивангелия от Луки Ну Фильм Американский Но они едут И снимают В Израиле Они Вот как его Дебенкова Это сколько Нашли Васильчиковой Настоящей Княгиня С революцией Сохранилась Показать Как она обращается Как она сидит А там ничего И в роли Это и нет А просто показать А вот эта Достоверность Достигается Через наши усилия Фильм сделал Надо его дублировать Примерная тема О чем говорит Писание Сколько таких фильмов Есть Иеремия Пророки Пророки Отдельно Там Иона Другой Истирь Прямо Берут Дальше Авраам Моисей Иосиф Это название Фильмов А там говорят Они Только о содержании А в фильме Иисус Цитирует По синодальному переводу И надо чтобы Глубы совпали С этим Это какой труд Другой Каждый Каждый В апреле Нашли Самых лучших Артистов Как Михаил Ульянов Вот он Когда Артихриста Играет Показывает Или Митя Братья Карамазов И там перечисляется Кто дублиров Опять Чужие слова Повторять Нет Он говорит Так что я Забыл даже Про что Я вижу Это он Митя Карамазов Никакой это не Михаил Ульянов Понимаешь Вот это Понятие Наше На сегодняшний день Оно не полноценно Мы не вжились Я во Христе И он во мне В нем Как я во Христе Как мы с отцом Так и вы Что были едины Это остается Словами Я вот говорю О чем А вы как будто Отсутствуете Вы меня не слышите Многие совсем А говорю о вещах Которые вы мне Должны говорить А не я вам А что такое Я сегодня уже говорил Прошел по деревням Ульстиновый был Говорил Коров сюда Не допускать Пошел Барабашан Сказал Не допускать сюда Одного нет Одного человека Который посеркнул Сегодня мне пришлось Быть на Дарби Там Я говорю только то Что здесь докупаются А когда пошел дальше Так они постоянно поят Там у них просто трасса Здесь поднимается корова Она влево пошла Даже не видно Она обрывается Вы Прикалывать Коров будете А это высоко А там Торчат Я сколько раз говорю Сюда не гоняйте Вокруг Через локосы надо Туда обратно На стемоковке Там где это Костром Нету Я сегодня опять увидел Я руками развожу Вы что делаете Что делаете Это ваши дети Пасут Неужели вы их не можете Взять под контроль Он выгоняет Только ты ему Стоишь Не в собаку Играй Мы считаем Мы считаем Даже мыслить невозможно Здесь одного такого шпигарета И не можете обуздать Он ходит Швырый по дворам Зачем ему в моем дворе быть Вчера я его там захватил В дворе Сегодня в другом дворе Профессиональный вор будет Потому что он работать Ничего не хочет Апостол Павел говорит Кто крадет Не кради А трудись Своими руками Трудись И воровать Они рядом Раз ты не работаешь С ними надо Ожирать Ты надо Воровать Ты обязательно будешь Зачем он Когда в отбор Сыне зашел Я кладу ключ Я знаю Никого здесь нет А он стоит И смотрит Куда я ключ кладу Он стоит Шныр этот Здесь Я ты зачем зашел А я услышал Тут голоса какие Это я зашел Он проверяет С палкой ходит Он услышал голоса Обошел вокруг моего дома С той стороны руля И теперь у меня У дома стоит Я сегодня утром Конкретно говорил Тетке его Прямо ей Конкретно Что Добился что-то? Нет Он пришел Елали не ем Мы еще не успели Даже завтрак Если он уже по деревне Ходит шилы Так Займись этим делом Это не просто устав Это никуда не годится Территория Никому не достигает Я говорю Почему вы мне Письма не занесли Здесь Я в почтовый ящик Могу положить На территорию Я не могу заходить Вы порядки не знаете Не просто так я зашел Давай шариться где-то А мы в деревне Этот ребенок здесь Твой с ним А его нигде нет Сейчас по деревне Мы идем сюда Он прошел под баран А как с этим? Да очень просто Это все У нас должно войти Все Это мир Любовь Все Какая у меня Любовь Может быть Он не слышит Он совершенно Ничего не хочет сделать Перед окном Там Навалено Что-то Сорняки Растут Дети Которые у меня В гостях Они говорят Я лежу Я его позвал Рви Бо не будет рвать Травинка маленькая Такая вот Ну учись Сразу отвернулся Сидит Я говорю Ну это ты не хочешь Ну давай камушки Собирай там Видимо осталось Камушки В ядро поставил Он развернулся На другую сторону Вот так вот Перед окном Та где Молодя живет Калашевский дом Вы еще не видите Кто растет Вы второму Готовите Гроб У Бога Все вымерено Я вам хотел сказать Вот посмотрите На человека Психолог Что-то может Сказать Посмотрите Как глаза Глубые Какие Дальше Статья Статья будет Точно хорошая Это Председатель Центрального Района Города Барнаула Где я живу Мы прям рядом с ним Я за одним делом Кажется Обращался К нему дерево Наклонилось И прислали Осмотрели Прислали Такую машину Спилили Убрали То есть У меня у него Хорошее мнение Но Он всем не может Туда ждать Он начальник Статья хорошая Кто желает Я ему дам И он становится Кому-то Поберет Добро И он прямо О счастье Как говорит Как перед домами У нас все Завалено Вот Вот здесь Тоболенечка Прочти Мы туда сейчас Запишем Это от Евангелия Вот Вот и украшают В кавычках Улицы Доски Бревна Дрова Гравий Песок Кирпич И прочее Но улица Является местом Общего пользования Что для многих Обитателей Частного сектора Просто не находит Это конечно Не только у нас В районе На застроенной Коттеджами Солнечной поляне Можно наблюдать То же самое У одного возле дома Газон Цветник И аккуратная площадка Для стоянки Автомобиля А у другого Черт ногу сломит Картошка Посажена Вместо цветов Ломать надо Такую психологию Ломать И говоря эти слова Вот я тоже Раз Триплю за это Я не могу Угодить вам Ну и молчать Я не могу Я помолился Пошел А гляжу Пустоглазые Сидят Еще лет Ну я же тебе сказал Не пускай его одного Он к тебе в гости приехал Да Хозяин Его не хочет Говорит Не хочет Зачем же ты берешь За ним не смотришь Она на этом месте Сидела бы Ее нету Он кому-то Не угождает Но Он хороший человек Ну какой он Галстук Коммунист Все тут как надо У него И Его избирает На должность Вот избирательная Когда идет компания Там ревизионная комиссия Какая-то Где-то Его там Председателю И видимо Цифры Проставленные Не нравятся Ему приезжают Гости Гости Утром в доме Всех находят Мертвыми Его Его жена У гостей Трое было Все мертвые лежат В дом Никто не заходил Газ Проведенный Кто-то Намочил Плотно Ту жулку Ненужную На эту трубу Потихоньку Подняли Закрыли Газ Пошел Выгнул Все Душегубка Субтитры 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 Придите Ко мне Все Труждающиеся Обремененные Я успокою вас Он успокоит На меня уже крест поставили А я могу обратиться Он разбойник Мы достойно приняли Один обратился Судьбы нет Но он разбойник Да По-человечески Закончил Как ему предписано А по-божьему Душа Ныне же Будешь Со моим Раю Тебя В чужом доме Застали Закон Гласил Так Убил в своем доме Ты за него не отвечаешь Верхний Завет Если он Упал Вывалился На ту сторону Тогда ты отвечать будешь Ну конечно Когда ты его убил Затащи к себе Отвечать не будешь Я маленький беру пример И где бы начал Считать Я все это вижу Наше отношение К жизни Просчитай Что за писем Пришло От кого Уполномоченный По правам человека В Алтайском крае Лапкину Потеряет Валтайский Понятно Теперь сам посмотри Почитай Аппарат Уполномоченного По правам человека В Алтайском крае Лапкину И.Т. Сообщаю Что Уполномоченный По правам человека В Алтайском крае Б.В. Ларин По вопросу Который поднимается В вашем обращении Обратился В администрацию Корченского Сельсовета Мамонтовского района Информация О результатах Будет направлена Должностными лицами Указанного Учреждения Вам И уполномоченному Консультант Аппарата Уполномоченного По правам человека В Алтайском крае В Алтайском крае Швайцер ДВ В Алтайском крае 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 Удалит от него Злой дух Давид тоже играл Он сам сделал себе Как я сделал гусли Мы этого не знаем А это целая область У нас в той общине Есть музыканты Очень отменные Победители на конкурсах Приезжают Они вот ходят Кустиновым Три раза в неделю Чтобы не забыть Тренировка Нынче поступают В музыкальную школу Это судьба Как говорят Жизнь будет В этом направлении Все, ладно Отлично Ясно дело, если там какие конкурсы подбивали. Теперь мы нас на это переведем. А это теперь по-божьему. Жди, жди Господа. И какие события, а почему так? Это мы все время должны переваривать в себе, думать. А как я? Вписан туда или нет? Вот это жирно, в выписке то, что здесь впереди было. И любое место писание начинает считать, ой-ой-ой, да совсем же я не такое. Картину нарисовать проще. Я зашел в Пахровский собор, в правом пределе, Христос и Самарянка. Христос сидит у колодца, и краник рядом, и выдать еще колодец. Христос сидит. Ну какой краник, когда колодец глубокий, нещем почерпать. Ну написано же. На свадьбе, да как же так-то, ну-ка, краски скорее тащите, замазали этот краник. В Новосибирске пришел, я тоже случайно. Лазарь воскресший идет из могилы, смеется, а выкиросил. Такой раскинул, Господь говорит, развяжите его. Развяжите. Как это он, руки-то раскинул, выходит. Он уже вышел, отрещел это одно чудо, что связано и шел, как он скакал или как. А ты чего? Ну если воскресил, то мог бы и развязать. Нет, они теперь эти прокисшие веревки-то брали, там труп свердит. Вот это все без причинно было. Он воскрес. Это не подделка. Как у Хашпировского. Ты молчи, денег дам, а будто бы ты обезболена была, моими словами. Понимаешь, это жизнь. И она тебя делает недоступным без дьявола. Дьявол ничего не может сделать. Я все повторяю. Смотри. Вот Христос, сатана встретились. Ну он-то его знает. Но в человеческой плоти он не узнал его. Говорит, показал себя ангелом, но не дьяволом. Послание Тимофея апостола Павла говорит. Христос пришел во плоти и показал себя ангелом. Они увидели его вне сверху. Слава Вышему Богу на земле и мир, потому что вероятворец пришел. И в человека благоволение, доброе расположение от того, что мы знаем это дело. Дьявол, если ты Сын Божий. Это сомнение. Если ты Сын Божий. Бросься вниз. Вот. Бросься вниз. А люди говорят, что отбиваться от него, надо живые помощи считать. А дьявол считает живые помощи. Ибо написано, что на руках понесут тебя, и о камень не притнешь и ногой творят. Он по-славянски шпарит. Считает живые помощи, и носит псалом дьявол. А мы поставили предел. Дьявол не пойдет, если я живые помощи прочитаю. Нет, он пришел. А Господь просто ему ответил. Не искушай Господа Бога твоего. Я думаю. Ну одна фраза. А почему Сатана бы не сказал? А при чем ты? Все. Полностью замер. И тогда увидели фильм Моисея, когда Бог дает закон, как от Бога, как лазерный луч идет. И оплавляет стену скалы. Она течет, расплавленная, как воск. И вот тебе скрижали, неси букву. Букву выгравировано. И видимо, Слово Божие имеет такую силу. Написано. Не искушай Господа Бога твоего. Сатана сразу назад. Все. Он знает, что это Божий авторитет. А для людей, да мало ли еще написано, бумага все стерпит. Это хуже дьявола. Наше христианство должно подтверждаться ежедневно, ежеминутно. Человек мне говорит, Олег говорит, вот как-то говорили, что у нас должен отобразиться Христос. Вы понимаете, что вы сказали? Я говорю, так написано. Он видимо должен быть. Любому. Он христианин бесполезно с ним разговаривает. Его только казнить можно. А вот теперь мы видим как раз 22 глава и 24 Матфея. Они говорят об этом. О признаках его пришествия. Один из признаков будет тот, что люди ослабеют веры. И сын человеческий придет, найдет ли веру на земле? А мы скажем, Господи, 21 тысяча вер разная. Значит, не об этом речь идет? Вера! Я просто спрошу. Игорь Валентинович, один вопрос. Ты с Екатериной когда разговаривал в последний раз? О вере, о войне. Я, Игорь, я спрашиваю. О его дочери, старшей. Когда ты себе разговаривал? О бойне, о вере ее. Когда она со мной жила? Когда? Когда со мной жила. Это сколько прошло? Уже больше года. Ну вот видишь как. Я ничего не пытаю. Ты меня можешь спросить о чем? У нас дети приезжают. Ежедневные занятия. А их мало? Мало еще. То Владимир Галендухин идет, то Владимир Пащенко. Я иногда зайду каждый день. Почему? Это дорогое время. Это сеяние. Вчера получил благодарность от Тимоши и мамы. Якимова. Она так рада. Он приехал домой, мальчишка, это сколько ему лет? Владимир Пащенко? Семь. Семь. И он говорит то, что здесь узнал, давай мать учить там дома. Вводить эти обычные, которые за столом, как сидеть. Он все, мальчишка, маленький. Значит, мы никогда так успешны, не были, потеряем, там четвертый год приезжает. Как этот год. И в данной, и везде, все хорошо. А Владимира нас нет. У нас хорошо, что туда вытолкнули. Теперь ты оказал, Роспотребнадорно молился. Кто там были? А кто четвертый год приезжал? Да благословитый Господь. Благодарность. Вот вы вместе все взяты, благодарности такой, не получите. Я вас не укоряю, я просто вам говорю, спешите, мы на помощи. И апостол Павел говорит, бегите, чтобы получить. Многие бегут, но один получает награду. А награда будет за то, что дети Божьи рождаются. Да, мы устроились хорошо, не пьют, не горят, замечательно. Но надо, чтобы слово Божье дети слышали. Вот он приходит, если бы с ним считали, все, дядяка, пришел, про ком я говорю, уже все по деревне, что ли? Ну, емко, что не занимаются. Телевизор смотрят. Футбольные матчи. А в чем застанет, то мы сужу. Мы же считаем это. В чем застанет-то? Куда гназа пялись? Куда смотрели-то? Чудо Божье на глазах совершается, и мы не можем увидеть. Ты на сегодня мне под нос она срвет, лилию какую, смотреть боязно. Какая красота. Понюхай хоть. Я говорю, я вот каждый день удивляюсь, любому святочку. Мне Бог дал этот талант увидеть красоту Божию. Все во всем Бог. Как принято обычный украшатель иконостасия. Ну, правда, уже легкие святые ноги. И вот это все наполняет душу радостью благоговения. Он написал, он пошел самым правильным путем. Он не стал искать никакие там правила, какие там по земле, когда... Сегодня сези, посмотри и скажи. Я теперь буду ждать ответ Людмилы Алексеевны Трушаковой. Да благословит ее Господь. Да благословит ее Господь. Это Бог так делает. А почему? У меня друзья такие. Вот они сидят. Я в первую очередь бегу к своей Серопимушке и к Неаниле, а дальше по всем. Я поехал. Я завтра с Игорем поеду. Знаю, знаю, знаю. Я подпорки со всех сторон чувствую. И на этот другой раз думаю, да его не святую. А подумаю, поскольку дешевель ничего еще не сделали. Я боялся, что ночью они пришлю, там рабочих отдельно найгут-то милицию или кого-то попробуй выйти. Батюшка говорит, а еще желаю, чтобы мы вышли с граблями с делами. А то деревья принадлежит, это не мне. Это все, что в твой дом сейчас врывается будут ломать. Разницы никакой нет. Там пастухи могут скрываться однождя и еще только начинаем работать. Мы молимся. Христос на нас дирает. Он хочет просьбу нашу слыхать. Он хочет силы и здоровье дать нам, чтобы здесь живя его нам прославлять. вот так. Я вот опоздали у нас немножко сегодня два брата. Сергей Павлович сидит, Виталий, двое. Если бы я вам сказал, а где они? Они же у вас. А их никто не нашел, где они есть. Если бы одного нашли, то другого никто не нашел. А где они были? Хотите знать? В прошлом году, когда мы сваи забивали, а сваи наклоняются, а он кувалдой бьет. Там и Осип, там Володя был. А я лопатой Савкова вот здесь держу, я на себя подтягиваю, она широкая лопата. Ну и там воздух отломился, вот моя лопата в воде. И сегодня они эту лопату искали. Мы не можем найти, где место это было, граблями, магнит взяли. Одного еще, а другой под воду ушел, его нигде нет, его вообще не видать. Воздух уклинул, опять под воду ушел, Сергей Павлович. А этот лопатый все. Вот так. Так мы так и не нашли. Про дрова все рассказал, сегодня, завтра Бог благословит, если мы закончили, сюда пойдем, а проставить потяну, все дрова выбросили, проверим, сколько норм. И опять нужна молитва, чтобы мы дружно это делали, с радостью. Мы же это все не для себя делаем. И в этом если Бог застанет, то что трудящийся один берется, другой остается. Вот так. Считай. 35-38 стихи. И сказал Он, когда Я посылал вас без мешка и без сумы, и без обуви, и без обуви, имели ли вы в чем недостаток? Они отвечали, ни в чем. Тогда Он сказал, но теперь кто имеет мешок, тот возьми его, так же и суму. И у кого нет, продай одежду свою, купи меч, ибо сказываю вам, что должно исполниться на мне, и сему написанному и к злодею причтен. Ибо то, что о мне приходит к концу. Они сказали, Господи, вот здесь дрова меча. Он сказал, довольный. Толкование. Ибо сам заводясь о них, как о слабых, Он устроял так, что и без их заботы в обилии текло к ним все нужное. А теперь Он повелевает противное, не противоречие впрочем себе, но объявляя им, что доселе Он ухаживал за ними, как за детьми, и не заставлял их ни о чем заботиться. А отселе они должны считать себя возмужалыми и заботиться сами о себе. Я, заботливый отец ваш, отхожу уже. Отселе примите сами на себя заботу о своих делах, а не возлагайте всего на меня, ибо дела ваши будут не таковы, как были легки и нетрудны, но вы подвергнетесь и голоду, и жажде, и многим бедствиям. Но это намекает словами о мешке, на это намекает словами о мешке, суме и мече. Поэтому будьте бодрым, так как вы имеете алкать и нуждаться в пище, на что намекает сумой, и мужественны, так как впадете во многие опасности, на что указывает меч. Говорит это, конечно, не для того, чтобы они носили с собой мечи, но чтобы, как я сказал, объявить о войнах, и бедствиях, и сделать их ко всему готовыми. Чтобы потомки не подумали, что апостолы ничего от себя не принесли для благочестия, но все было от Бога. Господь говорит, нет, да не будет так, ибо я не хочу пользоваться моими учениками как бездушными орудиями, но требую, чтобы они приложили и то, что могут сами от себя. И действительно, ты найдешь, что апостолы, и особенно Павел, удачно исполняли многие и из человеческих искусств в Деянии 18.3-20-34. Разве только в них не отсутствовала и помощь Божия? Вместе с ним это полезно было и для скромности апостолов, ибо если бы они, не заботясь сами ни о чем, всего ожидали от Бога, и им все давалось бы, то они могли бы возгордиться, как получившие в удел нечто высшее человеческой природы. Сверх того, природа стала бы недеятельной и расплилась бы, если бы они ничего не изобретали сами от себя, а ожидали всего именно, как говорится, в измолотом виде. Поэтому Господь говорит им, отсели, носите сумы, то есть так располагайтесь и заботьтесь, как имеющие испытать голод, и купите мечи, то есть так берегите себя, как имеющие встретить опасности и войны. Некоторые покупку меча разумели иначе. Сим, говорят, он намекает на имеющие вскоре совершиться нападение на него и на то, что его захватят люди-убийцы. Так как перед этим временем они спросили друг, спорили друг с другом о первенстве, то Господь говорит, теперь время не спором о первенстве, но время опасности и убийств, ибо и меня учителя вашего отведут на смерть, притом на смерть бесчестную, но через это исполнится на мне сказанное, и к злодеям причтен был, Исаик 53, 12. Итак, желая указать на разбойническое нападение, он упомянул о мече и не открыл совершенно, чтобы не смутились каким-нибудь ужасом, не умолчал совершенно, чтобы не пришли в смятение в случае внезапного нападения, особенно для того, чтобы вспоминая впоследствии, подвились его предведению и почудились, как он, однако же, предался в себя на страдания за спасение людей, а поэтому и сами не убегали ни от каких болезней за спасение некоторых. Он, видя, что они не поняли, говорит, довольны, хотя и не было довольны. Ибо если бы против пришедших разбойническим образом нужно было употребить человеческую помощь, то недовольны было бы и сотни мечей. Если же не человеческое, но божественное содействие нужно было, то излишне были бы и два меча. Однако же Господь не захотел обличать их в непонимание, но сказал, довольны, пошел. Довольны? По-русски хватит. Мечи-то не нужны, мечи это большие ножи, которые надо собернуть. Господь видел немощь людей, трудное восприятие, воображение, это у людей не развито. Воображение надо все время развивать. Как это может быть? Он сказал, и что никто его не принял, пришел к своим, своими и приняли. Так про роти же говорили, говорили. Я тут встретился с одним вот семинаристом в очках. Я говорю, ну вы знаете, что Христа не приняли? Ну написано. А почему не приняли? Все. Не может ответить. А что, а Господь не преподает это? Нет. Вот мне сказали, к вам приняли человек. И обрисовали ему, как он будет выглядеть, как его звать. Я должен по паспорту его проверить. Вот. Ну все, все данные у меня на руках. А он пришел, я говорю, к вам пришел к осману. Я начинаю проверять, ничего не сходится. Думаю, я вас и не ждал, я жду другого. Вот то, что они сделали, это было как раз предсказание, не сбывались. Они ждали. Господи, отсеяли время восстанавливать штатство Израиля. То есть, он сбросит ненавистное римское игорь, будет независимая страна. Вот. Свои министры слева, справа сядут. И все не так. Его арестовывают, ведут и наказан. А мы-то думали. А вместе с тем уже три дня, как его распяли. А мы-то думали. Они все думали. Думали, а думали-то не в том направлении. И когда Царство Небесное, они ждали, Господь говорит, он не придет приметным образом. Оно внутрь человека. Правильность, мир и радость во Святом Духе. О-о-о. А мы-то ждали, он на коне. Сейчас зелоты ему помогут. Вооруженные восстали сикарием. Книжащики из-за угла их считали. Ну, своими деловцы. А тут на осле. А осел мирное животное. Все не так пошло. Дети малые кричали. Да, дети малые, а из воинов-то мы не видим никого. На его сторону практически никого и не было. Он говорит, вы меня искали не потому, что поверили, а потому, что ели. На кормил бесплатно. Вот у нас батюшки когда приезжают где-то, ну, там позавтракали, а потом, значит, батюшка, а в обед-то где мы будем? Ну, у него что-то осталось там. Вот точно та же самая психология была. Господь их упрекнул. Вы искали, потому что ели, насытились. Ищите. Ну, не это же главное-то. А вот нам надо бы такого царя. Решили провозносить его царем. Коль мне даром. Руки поднял вверху, лепешки сыпятся, пироги. И не надо ничего делать. Вот такого нам царя. И хотели взять его и сделать царем. Тут написано. А Господь обрезал. И что? Все отошли. Сразу же слынули назад. А не хотите ли выводить, я вас не держу. 12-то апостол. А 12-то вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, вот восемь. Маленько не хватает. 12-то. За столу сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Вот как раз 12 нас за столом сидят. А один из нас предаст меня, говорю. А им трудно так было попали. Вот какое дело-то. Сидели-то не с главным бухгалтером-то, со Христом. И все замыслы рухнули. Мне очень понравилось толкование Григория Метрополита, что Григория не первый предатель. Первый предатель – это Христос. Он предал его интересы. Предал. И он пошел и выдал его тогда. А когда увидел, что все не так идет, он невинный. Брошили деньги, не надо ничего. И пошел и ударился. От ужаса. Что же я натворил? А тут стали уже обыгрывать. Почему он задавился? Чтобы в ад попасть, пока Христос там. И там попросить прощения, чтобы у него было. Это нам, сидящим вот здесь за столом, когда все мирно, и мы знаем писание, и толкование, и спещение, и есть. Тогда ничего этого не было. Не было. А как считаете? Спросят что-то, а как считаешь? Я говорю, если бы он православный Христос спросил, а как считаешь? Вот, что считаешь? Ну, как? Закон. Какой закон? Ну, закон Моисея внести свой, а счет все-таки. Вот и все. Это же картина, но на глазах совсем. Господь все время юношей говорит, как считаешь? Это заповеди знаешь, знаешь, как его перечисляют. Я их все исполнил. Хочу еще более совершенным быть. Совершенным. Все, продавай, иди за мной. Тогда иди по России совершенству. Будь простым. Он-то хотел все повыше стать, планку подняли. Оказалось, что город не пролазит. Трудно, наверное, заходить в игольное того же. А вот вам бы сказали, сейчас Господь удивился, прям потеряете. И сказал, оставляйте, и пошли. Все совсем. И компьютер остаток, и интернет, и канал. Я бы не пошел. Я бы спросил, а как, Господи? Тут у меня 21 миллион только просмотров. А я еще пойду куда? А я потеряю квартиру. Да где я буду тогда жить? Да Господь этого не требует. Я вот сам на это напросился. Он хотел быть совершенным. Ну, этот, Кисляков-то, Спиридон. Маленький дом когда-то, а там монах пришел и нашептал. Знаешь, а там выходили. А там в этом Константинополе. Стамбул турецкий теперь там. А там, там такое, там в монастыре-то другое. А ему было-то лет семь. Он из дома-то донал и пошел. Отец, наверное, вернулся. А Спиридон, это Спирька. Нигде нет. Отец на коня и догнал его уже подковчиной-то. Да бичонник, да куда тебе черт понес? Этого монаха-то своего-то. И так он сам пишет эти слова. И все, и домой даже подхватил, заворотник себе на коня и домой. И он тогда заглох. Долго нет. А потом-то стал исповедовать военные. И потом покаялся. Я людей на казнь толкал. На войну. И они погибали, думая, что за Бога. Я обманщик. Я тысячи людей погубил. Покаянное священство. Вот это вот. Никита Белл, он насчитал это. У нас на ролике стоит. Какое-то обедение, один с ума сходил и все видел, как огонь-то нападает и прочее. Это Спиридон написал. Он однажды беседовал с этими ламами у них. Буддисты. Ну и им говорил о Боге, о Христе. Какой Христос. А они грамотные такие. Один встал и говорит, уважаемый. Ты нам рассказал о Христе. Это прекрасно. Вот если бы все люди верили, как мы, вот как мы сейчас здесь верим, они спали бы спокойно. А вот если как вы проповедите, то никто бы даже не спал день и ночь, бы радовались и веселились. Ну скажи, почему так? Железной дороги у нас не было. Жены с нами были. Рождались дети, слушались. Ну вот железную дорогу провели. Мы думали, цивилизация откроется, то другое. Дети наши были, перестали нас слушаться. Жены стали болеть какими-то страшными болезнями. Ну то есть пошли по рукам. Вы нам проповедите о Христе, а у вас рот в крови. Я кое-как поднялся, вышел, кот стоит. У него два мешка сухарей с собой было. Сухарей ты погрузил. И на коня не мог залезть. Я взял повод коня, как ты пошел. Дошел до леса, упал. И до луны плакал. Как он перед Богом ответил? Когда язычник меня упрекает, что они лучше нас поступают. И он сказал-то всю правду. Он просто, что ты говорите? Да ты пойди, у нас вот такая деревня. Ничего этого не было. Вот как. И мы должны это принять сегодня. Не оговариваться. А принять. Да, мало молимся, плохо постимся, плохо помогаем друг другу. Мы совсем карикатура на христиан. Как вот Александр Иванович его дед говорил. Мы карикатура. А когда такое раскаяние, тогда Бог дает и видение, как выйти из этого положения. Поэтому занятия наши, они не будут бесполезны. Человек считает, говорю, увы мне, увы. Знаю, считаю и не делаю. А Златоуз говорит, вот это увы, и есть начало покаяния. Что? Я не такой. Это начало покаяния. Тебе вкус домашней пищи будет другой. И ты будешь искать, как все подломить, как где помочь, где продвинуть благовестие, как новым душам засвидетельствовать. Если Господь благословит, и Лидия приедет сюда, мы обязательно соберемся. Она огорчена, мы уже два года просим, я ей отказывал. Слякость. Осень. Никак. Поясните, кто такая? А я сегодня говорил, но еще раз, не все были. Это женщина, которая меня свела с Александром Мени, священником, которого убили, зарубили топором. Один из самых известных священников. У него вся московская елита была, это еврейская. Он еврей. Я у него брал интервью. И когда они выезжали, кажется, фамилия Борисова, то он сказал, мы с вами больше не встретимся. И когда убили, он говорил, он видел это, понимал. А сейчас его день памяти справляли, и там какие-то там книги. И она мне пишет, как быстро из человека идола делают. Он ее любимец. Она с ним знает все. И теперь, что о нем пишет? Этого ничего не было. Как отзываются из человека, идола лепят. Сохрани вас Бог. Да, он нуждается. Да, помощь была. Муж запил. Саша звать был полный. А почему не указываете место, где написано? Кто написал? Я не ушел. Место, но напишите, где. Я не ушел. Это Соломоново изречение. Так мне кажется. Праведный гибнет в праведности своей. Слово гибнет означает умирает, не оправдывает. Гибнет не душой. Он праведный, он молится, а его арестовали, казнили. И в праведность его не помогла, Бог не послал. Господь говорит, могу 12 регионов ангелов вызвать. Но он идет. И он умирает, Христос, в своей праведности, в виде не отступил, нигде не погрешил. Так и апостолы. Они праведные были, не отреклись, а в своей праведности погибли. погибли на земле, умерли, казненные. Но для Бога они победители, они победили смерть. А они торжественно зашли в небо. Как у Джона Гульняна, путешествие Пилигрима, там это описывается, как люди поднимают на костерах, а ему видно, он мог на колеснице, он видит, душа возносится. Видите, гимник, то есть незащищенный на этой земле, при своей праведности он погибает. И помощи никакой нету. Чтобы тебе это понять, мы можем примером взять и Ветхозаветие, и апостолы. Единственное, что Петр попросил, когда распинать пришло время его, он говорит, я не достоин быть распад, как мой Господь. Только спрям глаг. Спрям глаг это означало вниз головой. И так его распяли, а не достоин. А Филиппа, когда казнили, он еще целый день проповедовал. Прибитый гвоздями, привязаный, не знаю, еще целый день говорил о Боге. О вечности. А что Бог не может спасти? Может. А я и не молю об этом Богу как угодно. А Богу угодно, чтобы мы Его прославили. А неужели Богу угодно? Они молятся, которые умерли, говорят, Господи, доколе Ты не мстишь за кровь нашу? Господь сказал, все, с сегодняшнего дня защищают. Он говорит, нет, доколе полное число сотрудников пойдут туда казненных будут, чтобы этот чар крови наполнился до конца, и тогда придет помощь. Доколе полное число не войдет мучеников, которые, как Вы, пострадаете. Господи, Ты же обещал. Я обещал, я выполнил. Вспомни Екатерину великомущенницу и Барбару. Сколько же они претерпели? Сегодня считать это невозможно. Привязывали к огромному колесу. Привязали, растянули. Она привязана, так, или спина, так, значит, она... А теперь колесо проворачивает, а где пол, там разные гвозди, шили, вещи, и она не пролазит туда, а кусками отрывает тело. Описано в житиях святых. Это невозможно. Язычники говорили, а эти христиане, они волшебники. Они, как деревья, боли не чувствуют. Они чувствовали. И вот Агапию арестовали, обедут народ, она пробовать сказала. И вдруг у нее как бы шнурок развязался. Она наклонилась, глянула, никого нету. Все отстали до одного. Никого нету. Другую кладут, вот считаем, Наталья и Адриана. Начинают мучить. Ну это, ладно, подобное ей. Она лежит и смеется. Ее на сковороде огромная сковорода специально пометель садила. И резали. И Анял лежит, отпоротая шкура сзади, все это дымит. Она говорит, что-то плохо вы, как Эмельян, жжете-то. Эта сторона уже испеклась. Переверните на другую, вам же есть охота у меня. Вот у вас и дров-то нету. Идите у моего отца, займите малейко дров. то есть они насмехались над ними в этих страшных мучениях. Жития святых. Я не говорю правильное или неправильное, это уж не нам судить. Но то, что написано, это Новый Завет. А завтра будет как? Я особенно боюсь за детей. На глазах матери мучить будут. Ты маленько прикинь, на твоих глазах его режут, на твоих глазах мучают дочь. что попало делают. Только скажи, что я отвлекаюсь от Христа и не свободны. Ее насилуют. Она говорит, это тело страдает, душа моя этого не желает. Поэтому я за это тоже получил награду. А ее повели на казнь. Она взмолилась и Бог дал ей такие волосы с нее. Мгновенно вырез 20 метров почти. Все волосами закрыло ее видать. Ты можешь не верить. А я верю. Я знаю, Бог силен из ничего создать что-то. Видишь, как? Одну также взяли солдатам отдать, чтобы насилие это. И откуда ни возьмись в леп. Один заходит, уже все разделся, только туда лепет, сам задушил, следующий заходит. И человек освобождается, а другой не освободился. один такой же пришел, услышал, переоделся в войнское одеяние, а в комнату заходить. А он наступил на себя, какие звали, полковник, я первый должен к ней войти. Ну ладно, там пониже щена, там сержанты, майоры стоят, он первый войдет к ней, насиловать будет. Зашел, он говорит, быстренько мою одежду одевай, отмой, отдай мне, и выходи, закройся, как будто стыдно тебе, что ты сотворила со мной, и уходи, тебя не найдут. Ну и следующий, когда заходит, уже разнулся, а она покрывалась, и он накрывает, мужчина, вон, что Христос, говорит, воду, венопливает, он знал, но чтобы из бабы мужика сделать, не слыхал. Чудо какое. Господь разными путями спасает, он, может быть, по правам человека, я перепутал, я думал, это представитель президента, это другая организация, партизанская, а представитель президента в одной находятся с администрацией, это другой будет, не партизанская, а Ленина проспект. А те еще нам говорили, долго мы говорили, по-хорошему, и вот видишь, какой правильный ответ. А что они могут сделать, не знаю, ну и дорожка проложена, не статьям, каким-то выдуманным, а конкретному человеку, председателю всесовета, ее мужа спрашивает, почему она следитель, она была, она видела власти, вот с ней они, сколько тут любовались, если стоять, бабу Дуни какую-то вспоминали, да, вот была председатель всесовета, женщина, ну, люди, да, люди. А какой результат? Она сказала, все будет хорошо, да? Как она сказала? Какой результат? Пока никакого, но уже намек есть, чтобы правильным путем они пошли. А народу еще будет к ней обращаются, а она напишет только то, что видела, она другого не может описать. Ей сказали, ты должна пойти разрушить. Она говорит, мне баба в церковь поделала, учила, добро делать, а не зло, не разрушать. Я сделала то, ничего не было. А? Она мне говорит, ты когда-то сказал, познакомьтесь, да? Да. Она говорит, а мы давно познакомились, а я вижу, помню вроде, а не смогу. Она говорит, а ты когда в почве жила, куда ходила, сам ходил молиться, в Тайвичи, а потом там, а я к ней ходила, бабушка жива была, лежала, молились за нее. Так. И тут все вспомнили, вот так. Какие хорошие сведения, я на это смотрю положительно, что никакими статьями, ничего, а конкретно, живой человек, она посмотрела, навозная куча, но навозная куча, там можно вмешаться, там ничего нету. А дальше, шагули только рядом, ударник большого дома был, там никто никогда не будет строиться. Батюшка наш, если приедет, то через месяц, это когда сказал его, этот, глава администрации Мамовского района, что будет совещание по земле, там, может, еще кому-то поехать с ним? Вот как, что там, все у нас? Все у нас. Вопросы еще есть какие? Пописали. Детки, у вас здесь что-то есть, нет? Ну, скромница, вы не таите у себя, когда беседуете дома, скажите, а мне вот это непонятно, у вас толкование это есть, отец вошел, так много мне помогал, когда я издавал, много-много, вот этот отчет, который проверяют, надо там, аксерос, и каждую книгу, память. И может быть, что-то, и за это вас Господа больше вас даст, как понимать. Больше задавайте вопросы. Вот самаряд последнего, и первый вопрос был, а где правильно молиться? То есть, разглядся, как и я, где правильно вы? А не там и не здесь, Господь говорит. Бог ищет других поклонников. Приобретается через благовестие, но не через смешанные братья. И только нету. Все, обратился, еще до Гершили, как ежку связанную, если не промокла. А что она узнала, она полюбила, куда нет. Благословен Господь, дай Бог, но только надо по совести все поступать, чтобы человек Христа не потерял. Вопросов нету. А вы знаете, вопросов нет? Две причины. А одна причина все знает, другая ничего не знает, и не знает, что не давать. Я хотел зачитать из-за все, да? Человек присал, просто я думаю, интересно для многих будет, человек с Донбасса живет, присал, я попросил, я говорю, напишите, как у вас вообще ситуация. Он пишет, доброго дня, отвечаю вам на ваш вопрос. Обстановка в Макеевке, ну это где-то там, возле этого, нет, возле второй город, как там? Луганцы. Донецк. Донецк, возле Донецка. Более-менее спокойно. От линии соприкосновения мы находимся в среднем 20 километров. Я просто все это к себе применяю, ну 20 километров, то есть это закорчено, где-то бы там, кромыхало постоянно. Горева, так как раз 20. Сильно периодически шумят на Ясиноватой, это промзона Ардеевки. Иногда слышно горловку, опять же, в основном окраина со стороны Дружковки и Артемовска. по сравнению с 15-16-17 годами, можно сказать, тихо. В целом, по людям всем не хватает денег. Пенсии по ДНР от 2 до 3,5 тысяч рублей. Некоторые получают еще и украинскую, примерно 1,5-3 тысячи гривен, это где-то от 3 до 6 тысяч в рублях. Работы как таковой особо нет. На что есть особо нет. Та, что есть, оплачивается от 6 до 10-12 тысяч рублей. Зарплату выплачивают в задержке, иногда частями. Цены в магазинах примерно как в России. По словам тех, кто уехал, либо на заработки таких процентов 50, либо на ПМЖ, которых тоже немало. Много приехало жить сюда с РФ. В основном военные, включая молодежь. Армия тоже один из способов заработать. Там оклад 15 тысяч рублей. Ох уж оклад. У солдата чем больше звезд, тем выше оклада. Как, на мой взгляд, в плане лучшей жизни ничего не поменялось. По поводу сайта ВКонтакте. Так у нас интернет-каналы с Украины отрезаны. И провайдеры попереходили на Россию. Обеспечения так же, как и ТВ, радио, 90% российские. Бензин по 57 рублей за литр. Газ 31 рубль. Последнее время растет. Вещи, запчасти, к автомобилям все практически завозят с России. За что России большое спасибо. В целом, как-то так. Ну, то, что я про то, что кому здесь не нравится. Благодарить Бога, что такая тишина живем вообще. Что, Никите, ничего не слышно? Про кого? Никите, Никите, как он там работает? Ну, до этого, где он в столярке устроился, на крейдерном, где там сейчас осваивают разные, больше не пишет. Так, а в аэропорт что он? В аэропорт отказали. А, отказали. Нельзя. В аэропорту было там девять, десять человек работает, какая-то организация такая, девять женщин. Вначале спрашивают, почему не женишься? Ну, опять, кулаком постов. На квартире, на квартире, где жил, хозяйка ничего не делала, жезлотника сидит целый день курицу, и на него напала, и говорит, у тебя сильно воняет селедкой. Пришлось выходить, селедкой воняет, я не слышал такого огненения. Это Никита, который был здесь. А про Романа ничего не слышал? Нет, нету. Роман, когда на меня кто-то выйдет, он сразу то хватает и бросает мне. Любую ложь, любую пакость, он найдет и ко мне бросит. А это нет, я дала слово. Он перед тем, как уехать, Никита насчитал Григорию сковороду. Довольно хорошо так насчитано, хотя не всем нравится. Вот про Спиридона, которого я рассказывал, его воспоминания, когда он покаялся, что военных отправлял на бойню, и они погибали, и я виноват, и я не бог, никто, и ничего. Вот такое. Он насчитал Бельбунова, кажется, три книги насчитал. Бельбунов написал о том, как шла революция, как убивали другая группа, и больше ничего. Не спрашивают, никак. У него тут велосипед, новый, он, наверное, даже и не ездил. Ездил, ездил. Ездил, да. Ну, то другое. Ну, я гляжу, недавно, один из ребят, велосипед, надо вытащить, и сказать, а мне ездить надо. Я восстал против, сказал, помойте колеса, отнесите на место, поставьте. Без беда Манекиты, чтобы ничего не трогать. Я ему, темно, тут Павловка, дала. Я говорю, ты никакого замещания на дом не дали, не дали, ты едешь с женой, без жены, никакой. Тогда я свободен, если будут какие-то люди, я могу отдать, я на связь с ним задал вопрос, а он не ответил. Он не платил ни рубля, документов на него никаких нет, но я ему, да, старались. Не отвечает, значит, надеется, вдруг дарусь. Ни слова, ни на велосипед, нигде. А вы знаете, что у Володи, обновка-то? У Володи, вот стоит, Пашенко, Владимир Александрович, обновка. Да, я видела. Ты на спинуешься. О, такой красавец. Красавец. У него какая-то кулка сзади в колесе лопнула, а у меня один велосипед стоял там. Это как вот в Барнаул езжаешь, отсюда на левой стороне, если ехать, лидер называется, по машинам. И там Шерстобитов, Алексей, кажется. Вот. И он мне каждый год давал по велосипеду. А один я не трогал, заначкой. И когда Володя говорит, «Да как ты будешь ездить по конику? Да как ты железе нужен?» А ну пошли распечатать. «Да нет, да нет, да кому-то и давай». Распечатали, он его собрал, и он сейчас здесь это, горцует. Да какое-то колесо тоненькие такие, где на Китае экономное наведение. Но по конюшему не упал. Как мы здесь приехали, батюшка освещает колесницу. Велосипед подогнал, и на крыше батюшка службу ведет. Вот. Прокатились. Я вокруг стал обходить. И Ирёва идет. И Ирёва, садись на велосипед, обнови, благословение дай нам. Давно-то как сел, проехал вокруг. Я проехал, батюшка. «Да я не... Садись, у него книжку отобрали, у батюшки, который там это делал. Посадись». Он подобрал, прифалки свои. Ну и сел вокруг и погнал по Игореву. Складываю в эту сторону, я боюсь, как бы он не упал. Нет, оттуда вывернул, и она все заснято. На следующей неделе посмотрим. Колесницу. И он отцу Иоанну звонит. «А если я тут освещал, ты бы как освещал?» Ну вот, то, которое написано про колесницу, раньше. Колесница. Он говорит, «Я точно так же так сделал». А нет, Самолет, колесница. Нет другого. Фантазии никакой нет. Танк освещает колесница, велосипед колесница. Ну, в общем, тогда заканчивается поле, это колесо. Так что Володя у нас там лопает. Все, видите, посмотрите, вот блещет у него просто. А я вчера, помилостивор, Андрей дал мне какую-то сетку ловить рыбу-то, а там гальяну поймали. Первый же день поставил ее, и сразу захолокнул. Ну, что там, рыбка-то маленькая такая, 5 сантиметров длины, и сразу 813 гальянов попало. 813. Мы запрятали, сосчитали, вдвоем, я считаю, откладываю, а витали отдельно, чтобы ошибки не было никакой. Поехали на... Ты слышал? Вот это канта называется. И у них канта, а канта, надо правильно. Я нашел. Канта. Канта. Вот так. Батюшка взвесил, и получилось 4, ровно килограмма. Ну, поделили все, получилось по 5 грамм. Каждый пескарик этот, галяна. В это время. И вчера вдруг я ловлю карася. И карась длиной, ну, примерно, вот, если так положить, вот такой вот будет. Желтый. Ну, и я вчера иду, посуда-то не маяк, гляжу, и идет Исааки навстречу. Исааки, иди сюда, бегом. Я ему показываю, сетка-то отцова, так забери его, а как? А рядом в репе я два листа взял, его как в фольгу завернул. А сегодня пошел, карп попался, но карп больше 25 сантиметров, вот такой вот карп, с хвостом. Я уже предлагал себе руки срезать. Я привез Андрееву, пусть они два туда вместе будут. Нет, не взяли, вы хоть сами поедите. Я его взял, а он в холодильнике лежал, довольно маленько хвостом дергает. Я его увез в бак туда, в лагерь сейчас, крошек накрошил. Если он живой, до осени вырастет. А что он вырастет? Это он такой. Да. Вы его только проверяйте, а то он сделает. На димовку, если он будет. Да, проверяйте. рожековато. Надо вывесить воду, там зажарило все, и воды закачать заново. Он проживет. И укусить. Там его апельсины, дырушка. Да, это не скучно. Да, я скину. А я мажу, зачем? Тесто на мясо разрушал. Тугое такое. Туда растительное масло. И халвы накрошили. Халвы. А они идут прямо, им вкус окажется. И вкус. Халвай на вкус. Так интересно, вот такая вот корзинка, вот такой вот высоты, и 8 входов разных. Откуда заходить? А выходы? А? А выходы? А там выходов, но не и выходы, но труднее попасть. А там расстегивается такое-то, замочит. Ну, представь, за раз поймал почти 4 килограмма. Невинное сокровище. А мы ее сейчас... Затките их, слушаем. Сушу. Кто взрывает, там зайдите, покушайте. Мы зайдем вам. Очень хорошая. Там Сергей Вярину сейчас делать будет, малосольная. Дорогие, ясно в сокровище. Так она без костей. А Ганя Сеськова говорила, лучшая рыба – это гольян. Ну, все. Песня. 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 Продолжение следует...